Мечи, потому что большинство персонажей, как я полагаю, пользуются как раз мечами. Они встречаются очень часто, не только в самуаях, но только в чем-то посвященном истории Японии. Так что я думаю, это будет по-речному. Прежде всего, немножко разберемся в терминологии, в классификации мечей. Ну, это самый госстандарт. Катана обыкновенная. Длина рукояти примерно сантиметров 27-25, иногда 30 это удлиненная. Длина клинка около 70 сантиметров. Ну, это, я думаю, самое популярное. Оружие среди убийц-демонов, милых школьниц и всего остального. Хорошо, что это сантиметров. Покороче. Клинов чуть больше 50 сантиметров, сантиметров 55 обычно. Это кадачи. Оружие не так часто встречается, но тем не менее. Отличается от лукидзаси тем, что у нее рукоять не на две ровно ладони, или на полторы, как иногда бывает, а почти на две с половиной. Это сделано для того, чтобы, в случае чего, можно было держать с двумя руками. Если посмотреть на лукидзаси, получается чуть-чуть короче. Минок сантиметров 45, ну, может быть, даже меньше, с метров до 40. Такая рукоять, ну, вот, ровно две ладони. Держит, потому что обычно одной рукой, чтобы можно было свободно плотиться. В случае нужды, заказачи можно взять даже двумя руками. Еще более коровкое оружие. Это танкер. Ну, это, конечно, сувенирка. Мне очень хороший представитель, но тем не менее. Клинок может быть сантиментов до 30. Рукоять обычно одна ладонь. Если смотреть то, что увеличение для мярка данных, ну, как вы видите, буквально есть экземпляр на дате. Клинок сантиметров так 90-100, рукоять сантиметров на 45. Все, что больше, ну, вспомним, например, сафиротный из Final Fantasy, который выздоровеет на меч. Это уже о дате. У него клинок, может быть, там метра полтора свободно, и рукоять где-то на полметра. Но это еще специфическое оружие. Оно не очень часто встречается. Это больше к японски. Да. Ну, на самом деле, у меня рост, в общем-то, достаточно японский. Самый большой меч, который я держал в руках, и при этом, скажем так, мог он что-то делать, 177 сантиметров. Вот. То есть, в принципе, здоровенный мужик может махать двухметровым мечом без особой проблем. Вот. Так, теперь поговорим о типах материалах. Вариант самый первый, самый специфический каст-клевер. Сувенирка обыкновенная. Плюсы, дешевая, минусы, все остальное. Ну, в принципе, что можно сказать? Сейчас сувенирки делают поучше, чем 10 лет назад. Металл клинка, ну, скажем так, более-менее нормальный. Для контактного фехтования, конечно, не очень хорошо подходит. Но в случае нужды он может выдержать, ну, к примеру, пару репетиций перед выступлением, в самом выступлении, без особых проблем. Ну, может быть, там, пару зарубок, но ничего более страшного. Вот. Но в целом, клинок, конечно, достаточно мягкий. Что касается еще минусов. Сувенирки не очень хорошо выглядят внешне. И очень качественные. Ну, например, этот танк, это классический пример. Оплетка вообще на рукояти кладется обычно на кожу ската. Ну, в случае дешевых вариантов современных. Ну, например, заменитель кожи ската, либо, например, на кожу или кожзам. Для того, чтобы она не скользила. Здесь она положена на ткань. Не самый плохой вариант. Она тоже не особенно скользит. Рукой можно двигать. Вот. Но иногда кладут, например, ножны делают, такие глянцевые. И рукоять тоже глянцев. Соответственно, оплетка начинает дико скакать. Еще если не повезет, на мече куча золота. И часть золота вплетается шнурочками в оплет. Это еще и держать очень удобно. Вот. Но общий вид, конечно, слабо соответствует настоящему японскому оружию. Вот. Это явно. Но, тем не менее, во-первых, это дешево. Во-вторых, выбор обычно достаточно большой. Ну, там, если вы по судьбе будете убирать, например, или по длине. Ну, и, наконец, все-таки контактное фехтование даже подходит. Если вам нужно помахать на сцене просто так, никого не трогая, это подойдет. Если вам нужно, ну, нанести, положим, пару ударов или убить человека одним ударом, тоже подойдет. Если драться в контакт, ну, не знаю, она может прожить, ну, где-то, не знаю, в бою в 10 максимум. Что происходит? Из-за того, что металл не закаленный, появляются зарубки, что не так страшно. Самое страшное появляется деформация. Она перестает влезать в ножны, потом приходится прорвить, ну, я вам сейчас потом покажу, что происходит с мячами. Да, есть такой пример. Вот. Приходится выправлять чуть ли не пассатижем, и, тем не менее, в конце концов, клинок все равно остается сильно деформированным, меч прорвится в сторону. То есть, если использовать сувенирку для контактного фехтования, надо понимать, что она долго для этого не прослышит. Следующий тип мяча — ИАйда. Я думаю, все слышали про Айдюсу, которым занимались самураи, которым сейчас занимаются современные спортсмены. Это спортивная дисциплина, которая посвящена убийству противника одним ударом, чаще всего одним. Ну, либо в крайнем случае, пара-тройка ударов. Для этого что нужно было? Спортсмены должны были иметь что-то максимально похожее на настоящий мяч, то есть бакен, например, или синаи, который используется для тренировок, на трактование, там, в киндор, например, они не подходят. То есть нужен настоящий меч с настоящими ноженами, в общем, как можно более похожим на настоящий. Вот изобрели Айда. Внешне это абсолютно что-то японского мяча, на самом деле нормального. То есть здесь делают себя качественную оплетку, кладут какой-то заменитель кожи ската, здесь вот эти вот штучки, называются минуки. Они не только для красоты сделаны, но и для того, чтобы они попадали под пальцы в ладонь, усиливали хват. Вот. Их делают нужные нормальные, клинок. Так как контактного фехтования в Айда нет, то на Айда обычно кладут очень мягкий металл, либо иногда даже алюминиевые сплавы. Потом все это сверху хрормируют. Вот вы видите, покрытие хромово страшно блестит, как я. Плюсы. Это больше похоже на стоящий мяч. Минусы для контактного фехтования подходят примерно в той же степени, что и обычная сувенирка. Потому что тут, из-за того, что металл опять-таки не закаленный, не поплавалось, что будет контактное фехтование. Тут тоже будет пуляться за руки, клинок тоже будет деформироваться. Вот, например, по, скажем так, необходимости. Этот район 7 лет использовался для контактного фехтования. Не каждый день, разумеется. Исключительно для репетиций и выхода на сцену. Вот что мы имеем. Мягко говоря, за руки. Причем клинок, как вы видите, не идеальное продолжение рукояти по дуге, как должно было бы быть. Он несколько искривлен. Из-за того, что он от наиболее сильных за рубок вкнулся в разные стороны и потом выпрямлялся. Если посмотреть вдоль, я не знаю, хорошо ли он видно, он тоже далеко не приводен. Так что, а это для контактного фехтования можно использовать только в крайнем случае. Ну, что хорошо. Вы можете с этим мячом бегать, вы можете махать на сцене на воздух, вы можете опять-таки побивать противника пару ударов, либо, может быть, если предполагается какой-то контакт, ну, возможно, там несколько ударов в контакт. Вот, например, вот этот фокинзасик, который он показывал, он участвовал в контактах несколько раз, но вы увидите, он фактически чистый. То есть, небольшая зарубочка одна видна. Если не бить в полную силу, то, в принципе, может быть дырить. Но, вот, если часто это делать, то включаем то, что любите. Следующий вариант, идеальный, казалось бы, изделие русских реконструкторов. В чем минус японцев? Конечно, японский мяч настоящий приобрести, чем хорошо. У них все это поставлено на поток, поэтому у них оправа, ножен очень качественный, но очень качественная оплетка, я это уже говорил, и все это достаточно дешево. Вот, ради, чтобы ленок был бы дороже. Ну, у японцев есть такой минус. Контактное фехтование Кен и Кензюксу используют деревянные бамбуковые мячи Бакен и Синай. Потом есть Синайда, как я говорил, там без контакта идет бой. И есть еще дисциплина Томасигили, это рубка настоящих предметов, заточенными мячами. Там никаких элементов поединков нет. То есть, там только рубят Макевара. И получается, что в Японии, на японском рынке, нет нормальных тупых мячей для тренировки контакта. Затупленных, но при этом достаточно проще. Ну, вот, отечественное изделие. Собственно, оно выдержало уже достаточно много боев. Есть некоторые намеки, скажем так, на зарубки. Но, в принципе, оно держит, скажем так, мечно. Но оно полировано хорошо. Но, скажем так, стоимость вот этого изделия отечественного, тут не очень хорошая оправа, не очень хорошие ножны, оно прямо такое, как у настоящих японских мячей. Вот. Но, если вам очень нужно поставить длительный бой в контакт, может быть, вам нужно, я не знаю, вы собираетесь, как я, всю жизнь, каструить самураев, и кота нам будет нужен постоянно. У реконструкторов можно найти тренировочные мячи по цене сувенировки практически. Просто они не будут с такой красивой полировкой, у них будет оправа еще хуже, но они будут выдерживать очень многое в контакте. В принципе, для того, чтобы выйти на сцену, а со сценой не очень хорошо метод у вас мяч в руках, вот, этого более чем достаточно. Ну, наконец, самый малоиспользуемый вариант. Может быть, конечно, когда-нибудь он придется таким пользователем на сцене, но я не думаю. Мечи японские обыкновенно заточены. Из плюсов. Оправу делают обычно очень хорошую, и в Японии. На вид он выглядит тоже достаточно интересно. Тут, как вы знаете, на японских мячах есть такая волнистая линия около режущей кромки. Это называется якиба, белая область, более сильно закаленная, а сама волнистая линия хамо. Так вот, на сувенирках, как вы могли видеть, обычно ее наводят, ну, когда она пингом, по трафарету. Вы видите, она очень правильного вида такого. Волна одинаковая, которая одинаковая, и все полники. Вот. Не очень красиво выглядит. Настоящий хамон выглядит, собственно, вот так вот. Ну, я не думаю, что всем очень хорошо видно. Достаточно бледное видение, которое надо только под приведенному фону. Вот. Плюс этого оружия, я уже говорю, оправа. Клинок закаленный, достаточно хорош. Есть зарубки. Вот. В частности, катана выдержала достаточно много боев. Тут есть даже пара сильных зарубок. Вот. Но это очень от жестоких контактных боев. Страшно просто. Вот. Из минусов. Во-первых, особенности японской ковки, к сожалению, приводят к тому, что мечи очень сильно ржавеют. То есть за ними надо ухаживать. Их нельзя трогать пальцами. Ну, например, по этикету, когда меч передают от человека к человеку, его обычно передают внук, как народный нужно передать. И его поддерживают, ну, например, вот так. В крайнем случае, вот так. Чтобы не касаться ладони, тем паче пальцами. Потому что пальцы выделяют жирные кислоты, которые достаточно сильно разъедают полировку. Вот. Так что, если вы будете трогать меч пальцами, там ржавчина будет очень сильная. Ну, собственно, здесь, я думаю, опять-таки, не хорошо видно. Несколько раз он используется под дождем. И тут есть такие пятнышки ржавчины небольшие. В принципе, их, конечно, можно удалить полировкой. Ничего страшного, он не представляет пока что. Вот. Поэтому есть. Зачем еще можно использовать такой меч? Кроме контакта, на фельтовании, если вам нужно что-то разрубить на сцене. Может быть, вам нужно достаточно полный час, чтобы разрубить бумажную декорацию. Вот. Но если вам нужно отрубить кусок одежды, то только острый меч вам поможет. Там даже, например, если вам нужно сломать что-то оружие, бутафорское, деревянный полосок, вы можете его заранее подбинить, чтобы он сломался на первую очередь. Вот. Но содержимое такое место не получится. Для этого при этом используется острый меч. Конечно, это, с одной стороны, немножко опасно, но вообще опасность заточенного оружия несколько преувеличена. Дело в том, что у вас репетированный бой идет, то есть вы знаете, какой удар придет в каком моменте. Вы можете стоять бок или отходить. Если все репетировано хорошо, ничего страшного не произойдет. Во-вторых, нужно нанести очень хороший качественный удар, чтобы прорубить, ну, например, два слова одежды. Если вы нанесете колюши, то, конечно, вы проколите насквозь. Но прорубить будет тяжелее. Что же касается мелких ранений, ну, в принципе, тугой меч, если не повезет, был нанесен удар в полную силу, он точно так же может там сделать эти рассечения, там отрубать пальцы, а там бить полную, все такое. Не перего вас слишком сильно пугать, но дело в том, что действительно разница в безопасности между заточенной тугими мечами не такая большая. Что еще можно каждый каскояр делать с мечами, кроме того, как избирает его для определенного вида боя? Еще вы его носите. Если даже предполагается, что драки у вас особо сильной не будет, вы как минимум будете доставать из ножен и вкладывать туда. Как это делать по правилам? Ну, я думаю, все знали, видели, как в кино обнажают самурай-меч. Сначала они отчеркивают его большим пальцем, потом достают. Зачем это нужно? на японских мечах делают хабаки. Вот эта деталь, вы видите, латунная. Это муфта, которая позволяет мечу очень крепко сидеть в ножнах. То есть, если мы его перевернем, он с меньшей вероятностью вывалится. Ну, и, к примеру, если во время боя вы будете накинаться у нас за поясом, тоже меньше вероятности, что вы будете. Вот. Как обычно показывают это в фильме. Вы на нем видели, да? Отчет большим пальцем, и митик стоит. Это не совсем правильно, в том смысле, что это движение достаточно тренированного человека. Что можно забыть на сцене? Вы отодвигаете большим пальцем, беретесь за рукоять. Вместо того, чтобы убрать большой палец и потом выдернуть меч, вы оставляете его на месте. Если меч острый, большой палец плавно опускается на клинок, начинает распадаться на две половинки. Вот. Если меч достаточно тупой, тоже возможны повреждения. Вот, например, свиньерки, к сожалению, не часто сглаживают. Хоть лезвие тупое, миллиметр толщины, но тем не менее, вот эти углы у него достаточно острые. Таким углом тоже можно порезать. Поэтому можно либо помнить о том, что вы отодвигаете, берете за рукоять, убираете пальцы, потом обнажаете, либо поступить так, как самурай, в общем-то, достаточно часто делали. Вы, наверное, видели, что самурай, заткнув меч на пояс, отщелкивает его не сверху, а сбоку. То есть немножко это ворачивает, ну, градусов на 90 или 45 в сторону. Зачем это нужно? В этом случае большой палец находится сбоку мяча. Когда вы нажимаете, он отходит, вы можете забывать, не забывать, может быть, у вас большой матераж на сцене, не важно. Вы можете его не убирать, в лучшем случае он упадет на боковую часть мяча. Ничего страшного не произойдет. Самое простое, конечно, это обнажение из-за пояса. То есть, как я уже говорил, мочевки вы достаем. Правил тут особых никаких нет по обнажению. Ну, разве что, если вам удар прилетает спереди, вы достаете прямо перед собой, вы можете попытаться заблокировать таким образом, да. Если же вы достаете, противник стоит далеко, вы можете, в зависимости от той стойки, которую хотите принять, достать его либо вперед, то есть, стать правым плечом вперед, либо, если вам нужно отвести его назад, вы становитесь вперед другим плечом и достаете его назад. Самое интересное, на самом деле, это не только обнажение мяча, вкладываем его в ножны. Это не так просто, как кажется. Как обычно, на всяком случае, я вижу, вкладывают меч в ножны на сцене. Подводят меч к ножну, пытаются туда попасть некоторое время, вкладывают. Как можно это сделать правильным и удобным? Мы берем ножны за самый край и сдвигаем большой палец указательным кольцом чуть-чуть вперед, чтобы они, так сказать, сделали продолжение ножны. Кладем меч основанием около рука, эти обухом, себе на руку. Он скользит по руке, вы ведете, одновременно пытаетесь совместить ось меча и ось ножны, чтобы он не стал вот так, случайно. Ведете, 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 вот он соскальзывает с руки, попадает вам на пальцы. Вот, значит, он у самого входа в ножны. Теперь, на всякий случай, вы вдвигаете его немножко. Если он перекосился у вас по пути, то он попадет в бок ножны и застопорится. Если меч еще острый, ну, в принципе, сувенирка опять-таки имеет достаточно острые углы, то он может врубиться достаточно сильно, вы потыкаетесь некоторое время, потом побороете его выдвинуть обратно. Вот. Так что, чтобы этого не произошло, вы вдвигаете его совсем немножко, потом задвигаете до конца, и чтобы хабаки защёлкнулось, приходится додавиться усилий. Ну, настоящий самурай это может сделать одним движением почти, но я бы не стал этого делать, потому что, опять-таки, в мандараже на сцене можно немножко напугить с углом, он упрется в ножны и так далее. Можно сделать, это будет достаточно правильно, никто вас не осуществит, протягиваете быстро, вставляете медленно, вставляете до конца быстро, выжимаете. Это если у вас мяч за поясом. Если мяч в руках, то, собственно, вы можете всё свести к поясу, приложить прямо ножны к поясу, как я сейчас сделал. Вы можете взять их несколько на отлёт, то же самое сделать. Ну, и вы можете, я думаю, все видели, как плечи обнажают вот так, перед глазами. Вы можете точно так же вложить. Но только одно следует помнить, что когда вы мячом пытаетесь попасть в ножны, небольшое движение пальца, из-за того, что точка, в которую вы пытаетесь попасть в ножны, очень далеко от руки, у вас дропнет палец, и мяч очень сильно дёргается. Поэтому подводить нужно не меч к ножным, а ножным плечу. То есть вы держите меч перед собой, ножны, точка нужная очень близко от руки, вам легче прицелиться. Вот точно так же можно немножко провести, на всякий случай, чтобы точно попасть в ножны, довести до конца. Самое интересное начинается, если вам попался нехороший персонаж, который носит меч за спиной. Садитесь? Во-первых, если у вас нет чёткого канона, с какой стороны выходит слева или справа, очень советую расположить её слева. Почему? Если вы начинаете обнажать меч, так у вас хватит только обнажить его на выходе руки. Если же вы тянете из-за этого плеча, вы будете обнажать его по диагонали. Я думаю, геометрию в школе все изучали, значит, что я потянусь больше катего. Любого. Но в принципе, конечно, если он у вас за правым плечом, вы можете просто тянуть вот так же, как от лева. Просто это не так удобно. Вот. И дальше самое страшное. Катану за спиной обнажить невозможно. Я пытаюсь обнажить эти несчастные 70 сантиметров и сталкиваюсь с тем, что мне сейчас убьют. Я не могу. Я начинаю дергаться. И, может быть, если мне повезет, я вывернусь очень сильно и обнаживаю. Еще не обнажился? Вот. Пожалуйста. В принципе, можно, конечно, перехватить пальцами, то есть подеть подцогу пальцами, но это тоже не гарант. Особенно, если у вас не очень высокий рост и не очень длинные руки, то катану даже из-за спины не обнажить. Вот. Что можно сделать? Во-первых, перевес не стоит делать таким образом, чтобы меньше фиксироваться и не очень жестко. Есть.